Более чем на 42% сократились объемы строительства в Астане. Такие данные приводит сегодня первое кредитное бюро. По итогам июля спад составил почти 29 миллиардов тенге против 50 миллиардов июля прошлого года. Тем не менее, в ближайшие 10-12 лет в столице должны появиться десятки детских садов, школ и больниц. По генплану, за это время население Астаны может вырасти на миллион человек. И при этом нужно не забывать про парки, скверы и, само собой, новые ЖК. Вот только хватит ли для сооружений свободного места? Уже сейчас в некоторых районах города люди страдают от точечной застройки и отсутствия социальной инфраструктуры. Марк Брюшко разбирался. Жителям столичного ЖК атмосфера не хватает атмосферы? Да, порой в буквальном смысле жалуются люди. Помимо узких пешеходных и проезжих дорог, вокруг дома нет ничего, ни необходимого количества школ, ни больниц. Одни только бетонные коробки с десятками таких же обеспокоенных людей. У нас проблема такая, что из-за плотной застройки у нас очень мало школ. В садик, например, своего младшего ребенка я таки тоже не смогла отдать в этом году. Старший у меня вообще не ходил в государственный садик. Теперь у нас проблема со школой, что рядом нету. Самая ближайшая школа – это 71-я, которая находится напротив Жагалау. Но там по три смены, сказали, будут учиться дети, по 40 человек в классе, что, конечно же, это нас не устраивает. Однако терпение людей начало лопаться, когда вместо обещанного двухэтажного медицинского центра в небо взмыл еще один строящийся дом. Жильцы недоумевают. Неужели нельзя было продумать всю необходимую инфраструктуру до заселения людей, а не искать пути решения после? Выходим с подъезда. И сразу небольшой тротуар, чтобы пешеходы шли. И сразу же дорога. Машины туда-сюда ездят. С детьми не успеваешь переходить дорогу. Обычно как должно быть? До автодороги хотя бы 5 метров должно быть. Минимум. Как нам рассказали в геймплане, медцентру все же быть. Только расположится он уже внутри жилого здания, на первых этажах. Правда, когда успели поменять назначение объекта, нам еще предстоит выяснить. Другой вопрос. Обеспеченность школами, парковками и парками. Земли для них достаточно? Нужно этот вопрос решать сейчас, во время утверждения нового генерального плана столицы. Сейчас проходим согласование с центральными госорганами, местными исполнительными органами. Сейчас вот на данный момент уже общественное осуждение. Естественно, вот на этой стадии мы пытаемся взять в работу конструктивные предложения, которые на данный момент мы можем учесть. С января новые разрешения на строительство безинженерных сетей и согласования с генеральным планом не выдавались. Застройщики, работавшие без этих документов и с нарушениями, попали в так называемый черный список. Накануне столичный Акимат опубликовал его. Он состоит из 48 компаний. Что же касается жильцов ЖК «Атмосфера», ждать им осталось недолго. Соседние здания скоро введут в эксплуатацию. На текущий момент проект находится на стадии экспертизы. Разрешение, даже не разрешение ввода в эксплуатацию, мы ориентируемся на октябрь месяц. На текущий момент, если говорить о физическом строительстве, то завершено практически благоустройство, внутренняя отделка, инженерные сети. В общем, дом физически готов, мы ожидаем документы. Да и новые школы в районе строить планируют. Значит, решится еще одна проблема. Однако дальше обольщаться не стоит. Столица будет развиваться совершенно в других направлениях. Их три. Западнее проспекта Туран, в районах Заречный и аллеи Мынжилдык. Марк Блюшко, Айханым Максат Кызы, Наурыз Базаров. Жыбек Жылы.